Дамы и господа, всем привет! С вами Водз Мертолычка, компания 7Motors. Новое видео на канале Subaru WRX. Приобрели для одного из вас в Швеции. Питер из ЕК. Первое, с чего начинаем, это сразу обзор подвески. Что у нас здесь? Правая сторона, подрамник завернула у нас, рычаг завален. Амортизатор визуально цел, тяга рулевая, внутренняя и вторая внешняя, с приводом тут непонятно что. Левая сторона все более-менее нормально, кроме вот этого рычага. На автомобиле 58000 миль пробег, вот так вот выглядит Subaru WRX с 5080 тысячным пробегом. Защита целая, защита целая. Выхлоп у нас идет здесь, я думаю, три инча как минимум. Вот такая вот задняя подвеска, ну с задней подвеской более-менее все нормально. Единственный момент, с дисками здесь беда, вообще со всеми. Фото-видео отчет для заказчика мы уже сделали в группу, сейчас покажу. Здесь по подвеске, ну да. Красилая, кстати, суппорта, вот эта салатовая. Выхлоп у нас здесь вот такой, томей какой-то. Ну он урчит. Уже запускали, сейчас покажем, как это было. Питер, I think we have another muffler, for two pipe, if you need it, just let us know. Женька делает сразу несколько фотографий для Питера, все что у нас здесь происходит. Ну а я вам покажу, что у нас с дисками. Вот так вот у нас поврежден диск, Жень, ты видел? Диск у нас здесь сломан, шпилька сломана одна. Ну, это все делается. По порожкам порог выскочил, резина лысая, четверть, но позже будем показывать. Ну нет, смотри, здесь стерта вот эта вот сторона вообще. Хотя, хотя здесь такая же тема, может она такая и должна быть. Ребят, подскажите. Да, нет. Сколько стоит вот этот muffler, ребят, скажите сразу. В общем, обошлась эта Subaru WRX STI и вот столько денег на аукционе Копарца со всеми сборами. Мы показали этот автомобиль по низу полностью, а сейчас давайте обойдем его по кругу. Так, смотрите, бампер, я думаю, что весь под замену на выброс. Левая водительская фара вся целая, капот у нас карбончик, но есть нюансы вот такие. Трещины, не знаю, можно ли восстановить карбон или нет, не знаю. В общем, пишите, фара правая разбита, бампер. Ну, вообще, с бампером можно еще играть, скорее всего. Усилитель лонжерон на своих местах, по подвеске мы уже показали по низу, что как. Крыло на выброс, накладочка вот эта на крыло есть, я думаю, ее можно будет красить. Порог немножко отошел, дверь визуально целая. Зеркала, зеркало здесь полностью целое, а вот здесь такие вот царапины. Дверная карта в идеале, взорвана правая шторка, взорвано сиденье, ремень безопасности здесь цел. Кстати, у нас стоят вот такие вот красивые рикаровские сиденья. Панель приборов торпеда сама в целая, аэрбэк. Рулевой аэрбэк цел, автомобиль пришел с одним ключом, мы его запустили, скоро покажем, как это было. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Смога? Взял просим. 58,000 миль. Ну, мотор, вы уже видели, весь рабочий. Усиление вот такое вот стоит у нас здесь, да, то есть как бы все красиво. Ну, под капотом все как бы красиво, все чисто, все нормально. Нормальное состояние для 58,000 миль. Радиаторы целы. Кстати, они вот так вот болтаются у нас, видно, да? Целы, но вот здесь отломан кусочек и вот такой нюанс есть. Так, лобовое стекло визуально все целое. Аукцион Капарт, он стоит иншуранс, стоит покупать только у страховых компаний. Иншуранс, ребята, это страховая. 2019 год, крыша у нас темная, скорее всего, в пленочке, я так думаю. Люк цел. Плавничок. Задняя дверь, ребята, у нас немножко поцарапано. Четверть также, вот есть нюансы по работе. Диск под замену, хотя их такие и делает, и катает, не знаю. Четверть мы видим, да? Фонарь правый цел. Задний бампер, ну, кроме там царапин, есть еще вот здесь царапины, и вот здесь царапины, и вот здесь царапины. Фонарь левый цел. Крышка из поля, ребят, в полном, так сказать, хорошем, нормальном, прекрасном состоянии. Да, в полном здравии. Имеется камера заднего вида. Левый задний диск. Вот он у нас полностью цел. Ну, как бы, есть небольшие вот такие царапинки, но это мелочи, но он без трещин. Красивый цвет, да? Салатая такая. Дверь левая задняя вся целая. Порог весь цел. Хотя нет. Смотрите, вот такие нюансики есть, да? И вот здесь царапина. Левая передняя дверь. Вот она вся целая. Зеркала вот с такими вмятинами. Кстати, вот здесь у нас трещина. Зеркало есть, они с подогревами. Мертвые слепые зоны, дождевики. Везде там все стоят. Открываем. Вот так вот выглядит дверная карта. Безопасность, мы видим, да? Рулевой айрбэк. Здесь все хорошо. Коленный айрбэк. Это сидение водительское. Но на 58 тысяч немножко, конечно, заношено. Ремень безопасности цел. Полный год у нас 18-й, 8-й месяц, 18-й год. Электропривод сидения. Действие подогрева, мы видим. Куча-куча грязи. Кстати, потолок. Шторка взорвана. Потолок, ну, я бы, я думаю, что можно чинить. Но я бы и чинил, скорее всего. Кстати, друзья, все автомобили, которые вы видите у нас, мы для вас подбираем у нас в телеграм-канале. Вот наш телеграм-канал. Ссылочку закреплю в описании. Автомобили со страховых аукционов, автомобили БУ, а также новые автомобили. Все здесь. Те, кто интересуется автомобилями из США, не забывайте подписываться, смотреть, выбирать. И, конечно же, мы вам просчитаем в любую страну. Мы помогаем с таможней. Вот так вот выглядит дверная карта. Левая, задняя. Сиденья. Ну, ремни все целые. Мы уже это показывали Питеру в группе. А это вам. Так, садитесь, как отсюда у нас смотрится. Центральная консоль и, как бы, панель приборов. Есть люк. Есть коврики, кстати. Механическая коробка передач. Пуля еще так, скажу вам так. Ребят, двухлитровый турбированный двигатель выдает 310 лошадок. По поводу использования топлива, сколько он кушает, но тут уже все зависит от вашей езды, от вашего умения. Здесь, я думаю, можно кушать бак в день. Кстати, кто из вас передвигается на таких автомобилях, скажите, реальный-реальный расход на этих автомобилях. Please, в комментарии напишите. Музыка у нас здесь стоит. Харманчик. Смотрите, что я нашел в двери. Вот такую вот накладку на ручку. Мы ее здесь припрячем. Питер Мололе придумает, куда ее поставить. Вы бы какую выбрали? Такую или вот такую? Лепестков на руле нет, ребят, кстати. Ну, вот есть такое какое-то управление. SCI, кожаный руль. Немножко потертый, да, есть нюансики. Управление звуком. В общем, чего здесь только нет. Ребят, каждый автомобиль, проходящий нашу базу, получает как бы группу. В этой группе мы общаемся с заказчиком. Например, вот на примере данного автомобиля. Вот такая вот у нас группа. И здесь мы выставляем все полностью от А до Я. То есть у нас есть запчасти на этот автомобиль. И Питер мы уже это все предлагаем. Смотрите, как это. Так, вот такая вот у нас группа, ребят, по Subaru WRX. Смотрите, что мы здесь закидаем. Сразу 67 фотографий, видео. Плюс еще 9 по подвеске. Ну и пошли Питер. Все, вот вопросы-ответы. И, кстати, даже предлагается сразу WRX. Вы видите, подвеска у нас же есть. В общем, как-то так. А вот и запчасть. То, что нужно там по ступицам и по всему остальному. Вот все здесь. Сколько денег? 350 долларов. Друзья, в общем, вот такие услуги для вас оказывает компания Seven Motors. Если вам они интересны, вот наш номер телефона. Плюс 1 2 6 7 6 3 2 4 7 7 4. Пишите. Все поможем. Все просчитаем. Все отправим. Укомплектуем запчастями. Во многих странах помогаем с таможем. Seven Motors. Всем пиз. Джtech. Продолжение следует...